Здравствуйте, коллеги! Я Материна Бахвыка-Абужа, учитель-исследователь. Преподаю узкий язык и литературу в средней школе имени Абая в Хурмагазинском районе Атравской области. Педагогический стаж мы составляем 30 лет. Моим жизненным кредом являются слова философа Сеника. Обучаю людей, учусь сама. Моя работа требует большой энергии, творческого потенциала, постоянного поиска новых инновационных учебных обучений. Чтобы идти в ногу со временем, я все время должна совершенствовать в свои теоретические знания, также и методическое мастерство. Как мне, учителю 20 века, усадиться школьной партой ученика 21 века? Что же мне делать, чтобы мои уроки были интересными и увлекательными для моих учеников? Ответы я, конечно, нахожу в информационных технологиях, которые я часто применяю, которые помогают мне при достижении учебной цели. Я часто на уроке использую разные обучающие тренажеры. WordVal, Learning Apps, Доскопатлин, которые помогают мне при получении эффективной обратной связи. Чтобы мои уроки были интересными для учеников, я также часто использую и платформу OnlineMintep. Почему OnlineMintep? Потому что уроки некоторых моих коллег в OnlineMintep очень интересны. Подобранный содержательный материал помогает мне при достижении ученицей. Используя ресурсы OnlineMintep, ученики могут сразу себя оценить, тут же могут узнать результат своей работы. А также с помощью OnlineMintep я могу осуществить индивидуальный подход к каждому ученику. Учаясь своих учеников, я учусь и сама. Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Здравствуйте! Гор Нам Пор계 vậy? Начинаем наш урок — уроку index, как и литература. Обратите внимание, ребята на место. Три нашего урока. Кто прочитает? Диана, прочитай, пожалуйста. Синяк советской уроку. Определяю основную в инспекциях с основным вопросом. Правильно, садись. Данилен, Сергеется. создавать возникновения, высказывания, описания, повествования на основе иллюстрации конкурентов. Значит, ребята, внимательно вы должны двигаться в цепь лоб. Мы сегодня будем работать с тех и с тобой, а потом будем создавать высказывания на основе иллюстрации. Хорошо. Теперь, ближе, чем приступим к нашей основной работе, давайте, ребята, создадим вас благодарным психологическим клиентам. Скажите мне, с каким настроением сегодня пришли в руку? Хороший селок, 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 селок. Если у вас хорошее настроение, давайте помолваем на душу. Улыбнитесь друг другу, улыбнитесь, улыбнитесь и пожелайте друг другу удачи. Пожелайте. Удачи, 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 удачи. Хорошо. Дальше. Теперь новогодние, ребята, о чем мы с вами будем говорили за новогодние? Так, обратите внимание, ребята, на экран. Так, теперь, ребята, мы должны с вами догадаться, о чем мы будем сегодня говорить на уроке. Пожалуйста, давайте поиграем в эту игру. Что вы видите? Кто поджигает слабо? Бросок. Бросок. Садись. Так, кто идет? Давайте подходим. Нажимаем. Назад в карту. Нажимаем. Назад в карту. Прекрасная наша мама. Ага, садись. Добери. Хорошо. Диана. Нажимаем. Нажимаем. Назад в карту. Ага. Хорошо. И, а я на следующее число. Ребята, вы не забрав знаете, вы запоминаете. Время отдыха, счастливое время, еще, долгожданное время. А что мы с вами будем говорить о леньях? Теперь, скажите мне, ждет ли все терпения? Почему? Потому что на него можно идти в каких-то городах. Правильно, поедать, да, в каких-то городах. Диана? На этих каникулах можно отдыхать. Правильно, можно отдохнуть, да. На лень или на лень? Блок на лень, можно пойти на лень или вакуум. Хорошо, хорошо. Теперь у нас следующая работа. Ребята, садитесь за компьютеры. Открываем платформу онлайн-минтек и будем выполнять задания. Заходим в лень-минт. Правильно. Открывайте. Третье мая. Открывайте. Правильно, Диана. Айша. Заходим в лень-минт. Открываем число. Третье мая. Набирайте. Хорошо. Хорошо. Ребята, обратите внимание на доступ. Мы сегодня заходим на платформу онлайн-минтек и выполняем задания по нашей теме. Каникулы. Долгожарное время. Прежде чем приступить к заданию, ребята, обратите внимание на доступ. Обратите внимание на экран. Смотрим. Мы сегодня с вами будем говорить об основном возле текста. Определять основную возле послушного текста. И, ребята, обратите внимание на экран, что мы видим. Где она? Посмотри. Давайте вспомним, какие бывают типы и вещи. Все смотрим сюда. Дальше. Потом. Пожалуйста. Типы и вещи какие бывают? Описание противоположения на суде. Хорошо. Так. Что такое описание? Я. Описание это сужено в этой книге. Текст, который описывается в чем выше. Призвуки. Призвуки предметов и отиврений человека. Ага. Отиврений человека. Текст описания отвечает на вопрос? Какой. Какой. Хорошо. Значит. А что такое текст в описывании? Читайте. Это смысловый тип текста, по которому описываются самые определенные последовательности. Текст отвечает на вопрос? Что делать? Хорошо. Дальше. Иди сюда. Прочитай. Какой текст называется рассуждение? Это смысловый. Змысловой. Змысловой. Хорошо. Так. Идем дальше. Мы, ребята, с вами вспомнили типы текста. Теперь нажимаем на стрелку вперед. Теперь, ребята, будьте внимательны. У нас сейчас на слушании. Мы с вами будем слушать текст. Все открыли? Открыли. Молодцы. Работаем. Будем с вами слушать текст. Все смотрим. Ребята, давайте начнем послушать текст. Я нажимаю. Кто придумал каникулы? Каникулы – это любимая часть учебного процесса любого школьника или студента. А кто придумал каникулы? Оказывается, у них действительно есть автор. Каникулы – это дети, которые имеют времени всеобщего одновременного отдыха от ученых или работы. Появились первые седние временные каникулы вовсе не в среде школьников или студентов. По наиболее распространенной версии в первые каникулы появились сенатели и воины. В пору самой сильной летней жары сенаторы устраивали в себе дни отдыха. Это время, когда внутренне в небе появлялась звезда Сириус и со звезда дошел он сам. По-моему, Сириус называется каникулом. Каникуля – то есть маленькая собачка. По другой версии, каникулы называются «Заградные владения русских патрицов и сенатов», в которых они спасались Африи и Масунциндока, устраивая в себе всеобщий урок. В свой эпохи название «Каникулы» закрепился с западомным видом отдыха. Школьные каникулы современного понимания придумал в 17-м веке чешский педагог и общественных деятелям Ян Арус Каменский. Также он придумал и классно-ручную систему. Педагог написал в первую учебнику, развил учебу на дисциплине, ввел в памяти урок, задание и оценка. Наши некоторые истории были распределены по классам. Был установлен единый для всех учеников в день – начало учебных занятий. По истечении учебного года школьники дружно уходили в каникулы. Получается, что иная Ян Арус Каменский создала нашу с вами школу и изобрела наши любимые каникулы. Сегодня каникулы – это любимое время для школьников и студентов, это время отдыха после сложного периода экзайна, контролы. Сегодня каникулы – это любимое время для школьников и студентов. Это время отдыха после сложного периода экзамена контроля. Это время для восстановления сил. Это время, которое ждут с нетерпением. Кто придумал? Хорошо. Теперь, ребята, пусть каждый выполнит... Ребята у нас выполняют задание. Пожалуйста. Ты внимательно послушала текст. Теперь из ключевых слов ты должна выбрать правильное слово, которое отражает основную информацию текста. Сербай, пожалуйста, прочитай ответы. Значение слова каникулы. Каникулы для школьников. Два правильных ответа, да? Молодец. А теперь проверим ответы на рассыл. Пожалуйста, сколько правильных ответов? Три. Молодец. Ребята, мы сегодня с вами поработаем на форме онлайн-тех. У меня сегодня активно не были, но раз вы молодец. Да, я хорошо работаю. Ответы у себя были замечательные. Тогда я, а номер, я и бракик, вам надо еще постараться. Да, вы все согласны? Теперь урок наш подходит кассе. Принесла, принесла, принесли. Давайте распутим этот барабан и ответим на вопрос. Эмин, пожалуйста, на свет. Крути барабан. Что? Угу. Урок. Пожалуйста. Урок прошел очень замечательный. Мне очень понравилось задание по моим делам. Молодец. Разом. Позогнаете. Послушайте. Я не знаю, что вы какого владельца, потому что я знаю, что... Молодец. Дальше кто? Даниана. Я бы ничего не изменила, потому что этот трех рукавчик очень замечательный. Молодец. А, ребята, а вы что-нибудь изменили бы или вы все согласны? Согласны? Хорошо. Спасибо. 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 за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.